В Бобруйске арене долгожданное открытие хоккейного сезона. В Динамо Шинник 15 новых игроков. Молодым спортсменам ещё предстоит проявить себя, но они уже демонстрируют свои способности на отлично. Первую шайбу в ворота команды «Тайфун» из Владивостока забрасывает Никита Павлов. Обновлён не только состав команды, ещё логотип и форма. В палитре новый цвет – оранжевый. Символ стремления к самовыражению. Апгрейд затрагивает и куб на арене. Теперь смотреть повторы самых блистательных моментов будет ещё приятнее. Всё для седьмого полевого игрока-болельщика. Поддержка у Динамо Шинник действительно колоссальная. Скорости бешеные. Нам очень нравится. Я думаю, что если будут продолжать в таком же духе, то они в этом году в плей-офф точно войдут. Мы верим в команду. Бобрусь вперёд. Нам Шинник действительно сильный. В этом году, в этом сезоне собрали очень сильных ребят страны. Начали очень хорошо. «Тайфун» – достаточно тоже сильный соперник. Играют ребята на равных. Я в победу верю, потому что там играет мой брат. На каждый матч будешь ходить? Да. Высокие скорости, точные броски и результативные передачи. В планах у Динамо Шинник как минимум попадание в плей-ин. Спортсмены приложат максимум усилий, чтобы выйти в золотой дивизион. В прошлый раз для этого не хватило буквально одного шага. Основная наша задача – это подготовка для игроков Минского Динамо. Мы пока удачно с ней справляемся. Надеемся, что и в этом году ребята будут так же прогрессировать и уже попадать в основную команду Минского Динамо. Трибуны ликуют. Динамо Шинник врывается в новый сезон с победой. Счёт после финальной сирены – 6-5. Эмоции колоссальные. Безусловно, рад забить первый гол в своей первой игре в МХЛ. Но прежде всего, самое главное – это победа команды. Самое главное, что выиграли. Первый матч – матч открытия. Спасибо большое болельщикам за поддержку. Впереди череда домашних матчей. 8 и 9 сентября – встреча с сахалинскими акулами. 12 и 13 – с амурскими тиграми. Болеем за наших. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.